Казахстан В 2017-2018 годах работал в должности заместителя министра образования науки. До назначения занимал должность заместителя Акима Карагандинской области. Школа Мурагер проводила во взрослую жизнь около ста своих выпускников. Восемь из них удостоены из знака Алтенбельга. Десять выпускников аттестатов особого образца. 22 уже являются обладателями образовательных грантов. Аттестаты зрелости юноши и девушки получили из рук Акима города Нурлыбека Налибаева. Гордость школы Евгения Демиденко – успешный стартапер. Обладатель грантов зарубежных и отечественных вузов. Один из его проектов уже закуплен компанией «Боинг». Евгений окончил школу с отличием. Впереди у него большие планы. Наше будущее в наших руках. Я верю в то, что мы справимся с теми задачами, которые нам ставят сейчас. Я думаю, все мы должны оправдать надежды родителей. Удачи всем на едином национальном тестировании. Я думаю, все мы наберем больше ста баллов. Всем удачи. Я рада, что я обучилась все 11 лет в этой школе. Это самая прекрасная школа, которая нам дала все, абсолютно все. Мои друзья, которых я здесь встретила все 11 лет, мы очень дружны. И я надеюсь, что эта связь никогда не оборвется и с нашими учителями, и с нашим классом. В адрес выпускников и учителей звучали самые искренние и теплые слова. Моя дочь Арунас закончила школу на Алтенбельге, получила аттестат из рук Акиму города. Радости нет предела. За 11 лет учебы дети оправдали наши ожидания. Хочется пожелать всем выпускникам удачи. Набрать высокие баллы на ЕНТ и выбрать свою профессию. Низкий поклон учителям. Это школа с вековой историей. Выпускники очень сильные. Я верю, что они оправдают все наши надежды и станут достойными гражданами своей страны. В городе на сегодня 1745 выпускников. 120 из них удостоены Алтенбельга 101, аттестата особого образца. 1315 выпускников сдают ЕНТ. Желаю всем удачи и светлой дороги. Напомним, ЕНТ пройдет в стране с 20 июня по 5 июля. Желаем выпускникам успешной сдачи. Агирим Туриман, Аружан Шарипова, Чингисабаев, Тосхансатпа, Телеканал Казларда. Продолжаем выпуск. Мечты сбываются. Так назвали концерт люди с особыми потребностями в Сардаринском районе. 20-летний Богдавлет Абельдаулы стал инвалидом после аварии. Поет он с самого детства. Песни, говорит, помогает. Несмотря на свое нынешнее состояние, я продолжаю петь. Участвую в конкурсах ЖИКЖЛОВА БЕРМИС БЕРДИМИС. Здесь у меня есть возможность найти новых друзей. Готовился очень долго. Бахатбек Сулейменов из аула Айдарле тоже отдушину находят в песнях. Исполненная им песня глубоко тронула зрителей. Пою с детства, выражая благодарность родителям, которые помогают мне развиваться в пении. Мне нравится сцена. Цель конкурса – показать неограниченные возможности молодых людей с особыми потребностями. Хотим выявлять и поддерживать новые таланты. Искусство каждому человеку дает силы. Кристина Алмаз Коза, Аскар Тожиев и Саша Рипов, Канат Мохамбетов, телеканал Казларда. Новости культуры. Казларда в рамках Года молодежи собрала на международный симпозиум молодых художников страны, а также мастеров кисти из Узбекистана, Кыргызстана и России. Организатор мероприятия – Управление культурой. Цель – поддержка творчества молодых художников, обмен опытом с зарубежными коллегами. Всего съехались порисовать на природе козлардинские просторы 20 человек. Выпускник знаменитой Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге Сергей Секирин – впервые в Казахстане. И ему очень нравится идея проекта. Цель симпозиума – это связь поколений, то есть передача знаний от старшего поколения к младшему. Это очень достойная и высокая цель. И приятно участвовать в таких мероприятиях, в таких симпозиумах и пленэрах. То есть уже есть чем поделиться, уже можно передавать свои знания, также учиться у старших поколений, мне еще. И это очень объединяет такие симпозиумы и очень возвышает. То есть когда разные люди, разные художники, потому что художники, они все разнообразные, приезжают на такие пленэры, делятся своим опытом, также получают другой опыт, новые впечатления, набираются много новых впечатлений. То есть я в Казахстане в первый раз, и это мои первые такие впечатления. Одними событий симпозиума стало присвоение имени нашего земляка известного художника, заслуженного деятеля искусств Казахстана с Алихиддина Айтпаева художественной галереи. Казлардинская земля дала много талантливых живописцев. Особое место занимает Алихиддин Айтпаев. В 60-х годах в искусство живопись Казахстана пришла новая волна, которую возглавил этот глыбок художник. Он оставил свой яркий почерк, и мы рады, что художественной галереи присвоено его имя. А от пленэра ждем новых тем, новых подходов и техники. На пленэре художники планируют поработать на мемориальном комплексе Корка-Тата и на берегах озера Камастбас. Айгерим Туриман, Нуржан Музаравшин, Ханат Мохамбетов, телеканал Казларда. Веселые танцы, зажигательное шоу роботов и любимые песни. Незабываемый праздник детям с ограниченными возможностями и детям, оставшимся без попечения родителей, подарил арт-союз Алтын-Алан. В огромном зале яблоку негде упасть. Вместе с героями любимых мультиков и популярных комиксов ребята перенеслись в настоящий волшебный мир. На детских лицах счастливые улыбки, отовсюду звучал задорный смех. Грандиозное шоу готовили в течение нескольких месяцев около ста человек. Концерт состоял из 24 ярких номеров. Дети были в восторге. Дружно подпевали и танцевали вместе с роботами-трансформерами, гномиками, белоснежкой, с пчелкой Майей, куклой Лол участвовали в интерактивных играх. Дети, которые пришли радоваться этому празднику, они почувствуют настоящую атмосферу праздника, своего праздника детского. У нас выступают дети, около 50 детей будет выступать. Это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал kastrk.kz на сайте телеканала «Казарда». Не о погоде. Спонсор прогноза погоды – пятизвездочная «Тель Султан Плаза». Оставайтесь с нами. До свидания. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, к изузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3,5 тысяч тенге. В подарок фотосессия и номер пятизвездочной гостиницы «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Аральском районе днем плюс 36, ночью плюс 17. В Казалинском районе днем плюс 36, ночью плюс 18. В Байконыре днем плюс 37, ночью плюс 19. В Крамакшинском районе днем плюс 37, ночью плюс 19. В Залагарском районе днем плюс 37, ночью плюс 20. В Сардаринском районе днем плюс 38, ночью плюс 21. В Щилийском районе днем плюс 39, ночью плюс 22. В Жанакурганском районе днем плюс 39, ночью плюс 23. В Казалинском районе днем плюс 37, ночью плюс 21. Доллар США 384 тенге 13 иен. Евро 435 тенге 18 иен. Российский рубль 5 тенге 93 иен. Китайский юань 55, тенге 53 иен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова